До жития по воле вертаются земли, однако уже николе не относится подорванное здоровье и житие тех людей, которые 28 лет тому забеспечивали громадский парадок и спокой в зоне заобруживания. На передаде дня чернобыльской трагедии в Бресте прошел митинг, просвещенный ветеранам-ликвидаторам аварии на атомной станции. До солодкого металличного присмака уроти яны по воле привыкли, бо отчувают уже полову своего жития и гэта солодкий присмак, самый горкий, потому что без конца нахадывая пропадеи в 1986-х года. У той год злекой супрацовников органов внутренних справ Брестской области терминово сформировали 11 взводных отрадов. Больше за тысячу милиционеру аховывали громадский парадок на забрудженной территории Чарнобыльской АЭС. Яны не обедали про наступство и не имели навод самых необходимых сродков уластной обороны, однако выконали захат. А сенья празд 28-го года узнал собрались разом, ка поддать данину поваги тем, хто годно выконал свой службовый обовязок, ка бы вспомнить тех, кого уже не стало, а это больше за 200 человек и тех, что застались инвалидами. Таких на Брестчине больше за 40 человек. В то время, 28 лет назад, когда случилось несчастье для всей страны, был приказ выехать, обеспечить охрану общественного порядка в зоне загрязненной Чернобыльской АЭС, организовать защиту от мародерства, от грабежей. И личный состав Брестской милиции в количестве 1189 человек в 11 отрядах выбыл туда и своей задачей справился. Митинг стал эмоциональной и значной подеей так само и для молодых супрацовников органов внутренних справ. В этот день они отримали свои первые офицерские звания. На наш сегодняшний митинг, посвященный 28-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, мы пригласили как ветеранов органов внутренних дел, которые принимали участие в охране общественного порядка в зоне загрязнения, так и молодых сотрудников, которые получали первые офицерские звания. Это было сделано специально для того, чтобы молодые сотрудники, на примере ветеранов, которые самоотверженно и выполнили приказ по отправлению в зону загрязнения и охране общественного порядка, чтобы они видели, и это на всю оставшуюся службу послужило им примером.